Сегодня 8 марта, я получила от своего подсознания сегодня сразу два подарка. Сегодня моё подсознание подвело меня. Удивительные ощущения, например, пройдя 25 сеансов гипноза, я вдруг на кухне сегодня, стоя среди немытого стола, нечищенной посуды, мешка с мусором, я осознала, что мне плохо, у меня начинается паника. У меня ощущение, что за мной кто-то наблюдает какой-то синдром преследования, или как это называется. И теперь все смотрят, как я буду мыть посуду, и что мне нужно это сделать очень быстро, что одновременно в один момент вся посуда должна быть чистая, стол протёрт, мусор вынесен, плита почищена. Я понимаю, что мне начинает трясти, и я думаю, вот классно, дожилась. Что толк в том, что я очистилась, что я с головой работала столько времени. Но мы-то не лыком шиты, мы-то знаем про самогипноз. И вот я ходила по квартире с этим чувством, мне было неприятно, думаю, нифига себе, ну всё, кукушка съезжает. Тогда я про самогипноз, когда я вспомнила, пошла на кухню, чтобы усилить это чувство паники. И вернулась в спальню, легла, закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов-выдохов. Вошла в состояние лёгкого транса и попросила показать это чувство паники. Вошла в регрессию, когда же оно появилось у меня. Тут я вижу часы, как будто бы круглые такие, тикающие. Но я поняла, что, наверное, это когда надо подготовиться по времени к празднику, например, приготовить и убрать. И всё это часто наблюдалось в моей семье, и я так делала, и мама моя. Я подумала, это мамина, наверное. Но нет, часы преобразовались в секундомер. И что я поняла, что я на школьном спортивном празднике под названием «Весёлый старт». И что я стою в начале забега, когда нужно по времени, когда на тебя все смотрят, там мама в том числе где-то есть, добежать кто быстрее, когда ты в мешках, когда ноги твои путаются в этой ткани. И ты стараешься быстрее и быстрее, у тебя сердце из груди пытается выскочить. И ты не успеваешь, и у тебя начинается паника, как тебе неудобно в этом мешке. Потому что, ну, нет опыта в мешке постоянно ходить с затянутыми ногами. Тут я вспоминаю про тему пеленания, что когда детей пеленают, они как-то там, движения у них скованы. Потом всю жизнь я пошла туда в то время. Позволила себе в младенчестве распутать эти пеленки. Потом я вспомнила про фараонов, которые заматывали, когда из них мумии делали. И я всегда думала, глядя на них, боже мой, боже мой, боже мой, я же представляла, что они пойдут в другую жизнь. И я решила, как они пойдут в другую жизнь, если у них ноги перемотаны. Ну, это, вы понимаете, это все в голове. Я взяла своих фараонов, расплела их и перезаплела так, чтобы у них отдельная нога, отдельно одна нога и другая были обмотаны вот этими тканями. Чтобы в следующей жизни они могли свободно, хоть и в обмотках, но ходить и передвигаться. И, знаете, мне стало так легко. Я представила себя опять на кухне. Я поняла, что какой бы сейчас секундомер не работал, я очень быстро умею распутанные ноги и свободные руки. Могу сделать шаг за шагом эти простые действия. Одна кастрюля другая, тряпкой протерла состава, вынесла быстренько мусор. И мне даже время стало не страшно, секундомер, часики тикающие, когда я свободна. Вот так вот, друзья, вот откуда паника. Ничего у меня не съехало. Просто подсознание обостренно мне показало ситуацию, которая меня гнобила много лет, когда я приходила на кухню с немытой посудой, и мне становилось плохо. Теперь я захожу на кухню и понимаю, что все в моих руках и в ногах. Продолжение следует... Продолжение следует...